Уже нашли и определили лучшие работы школьников и студентов, которые приняли участие в конкурсе социальной рекламы. Его проводило Управление по профилактике коррупционных правонарушений. Участники отправляли тематические фотографии, рисунки, календари, презентации на тему взяток. По итогу лучшими работами признали работу школьницы из Усолья-Сибирского и студентки из Института МВД. Вопрос коррупции вечен, как и вопрос долгожительства. Сколько у нас в регионе пенсионеров, которые живут больше 100 лет и кого среди них больше, женщин или мужчин, узнаете в следующем материале. Известный факт, что женщины живут больше мужчин. Вот и Иркутская область, не исключение из этого правила. В Прибайкале средняя продолжительность жизни у женщин 75 лет, что на 12 лет больше, чем в среднем у мужчин. Согласно прогнозу Ростата, через 15 лет этот разрыв сократится до 9 лет. Дамам будет отмерен в среднем 81 год. Представителям сильного пола 72. По данным же на начало 2020-го, столетних бабушек в регионе больше, чем дедушек. Пенсионерах, которые живут больше века в области 89, а пенсионеров всего 36. Зато пожилых женщин в возрасте от 60 до 64 лет меньше дедушек почти на треть. Известно, что старики чаще всего живут отдельно от своих детей. С развитием ипотеки и введением материнского капитала у молодых появилось больше возможностей уехать от родителей и обрести свой дом. Согласно переписи населения, 10-летней давности внуков, которые жили под одной крышей со своими бабушками или дедушками, в регионе было почти 75,5 тысяч. Данные следующего десятилетия будут известны лишь после всероссийской переписи населения. Она пройдет в апреле 2021 года. Ольга Харнутова, новости по будням.